Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Предисловие. Экзамен для меня всегда праздник. Как сдать экзамен? Идеальная сдача экзамена – это когда экзаменуемый все знает, уверен в себе, не испытывает страха перед преподавателем, умеет красиво и ясно излагать свои мысли. Когда листок с заданием не вгоняет в ступор, а дрожь в руках не мешает поставить галочку напротив верного ответа в тесте. В общем, мечта. Так бывает очень редко. Чаще всего экзамен превращается в схватку, и бороться приходится с разными противниками. Преподавателей тут ни при чем. Поверьте, для преподавателя экзамен – это вовсе не счастливый день. Экзамен – нудный производственный процесс, и всегда хочется, чтобы он прошел без задержек и проблем. Тоже можно сказать и о контролерах на ЕГЭ. Вступать приходится в битву с отсутствием знаний, своими страхами и неуверенностью. А ведь школьные и институтские экзамены – это только начало. ГИА, ЕГЭ, сессии и ГОСы – всего лишь тренировка перед такими испытаниями, как собеседования и отчеты, важные презентации и проекты. Если вам уже страшно, то самое время учиться. Учиться сдавать экзамены. И делать это таким образом, чтобы в дальнейшем сдать экзамен стало так же просто, как решить задачку за первый класс. Экзамен – очень важная часть учебного процесса. Он приводит знания в систему. Чтобы справиться с собой, нужно очень много усилий. Но одного количества усилий – мало. Они должны быть правильно направлены и распределены. Как это сделать? Расскажет эта книга. Здесь собраны самые общие и самые эффективные советы. Каким из них следовать – выбирайте сами. В зависимости от того, какой вид экзамена вам предстоит. Со временем у вас выработается собственная система. И вы даже найдете свои маленькие хитрости, помогающие успешно пройти все испытания. Для начала вы узнаете, как готовиться к ответу, если у вас впереди еще есть время – несколько месяцев. Потом мы подробно расскажем об особенностях подготовки в условиях цайтнота. То есть, раскроем тайну, как студенты учат китайский за три дня. А также объясним, почему везунчики, которые сдают экзамены на отлично, не имея никаких знаний, существуют не только в анекдотах и байках. Главное в деле достижения успеха на экзамене – это правильный настрой. Ваше плохое настроение, ваша неуверенность, ваш страх не только соответствующим образом повлияют на качество ваших ответов, но и обязательно будут замечены экзаменатором, который не применит этим воспользоваться. В этой книге целая глава посвящена простым и действенным методикам управления стрессом. Как успокоиться за две минуты и как не терять драгоценное экзаменационное время попусту? Услышите дальше. Существует множество технических способов восполнения пробелов в знаниях – бомбы, шпаргалки и тому подобное. Однако редко приходится видеть, чтобы они действительно сами по себе безотказно помогали. Напротив, пользовавшиеся ими люди становились чрезвычайно нервными и неуверенными в себе. Нервность их проистекала от постоянной боязни увлечения, а неуверенность – от стремления во что бы то ни стало предельно точно соответствовать написанному в шпаргалках. Это совершенно не значит, что шпаргалками или иными подсказками, если уж они есть, стоит пренебрегать. Нет, ими надо пользоваться, но на них не стоит рассчитывать. Впрочем, об этом отдельная глава. Тем, кто надеется на помощь неких высших сил, нужно прослушать сборник самых проверенных примет, которым делятся студенты. Экзаменационная ситуация настолько изменчива, стихийна, непредсказуема, что по сути напоминает саму жизнь. И в ней нужно научиться ориентироваться. Тайм-менеджмент за полгода и за неделю. Итак, вам предстоит экзамен. Избежать этого не получится. Продолжение следует... Sample complete. Ready to continue?